Лещина. Найс. Та же, эта, Зига, ну, нациков из 45-го, из 40-го, ну, короче, вы поняли. Та же Зига, это же тоже хороший знак, по большому счёту. Прямо именно хороший. То есть, ну, это не является, по факту, чем-то плохим. То есть, ты открываешь какой-то фонд, я туда должен ввести свои деньги? То есть, подожди, секундочку, дай, дай, бахахахаха. Бахаха, какой даун. Это не такой, я лучше. Сейчас пойду за чаем. Погодь ты сек. Кто не гомосек? Если ты не гомосек, погоди-ка ты сек. Пошёл за чаем. Блядь. Стоп, стоп. Досмотри до конца. Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Стиме? Или за 100 рублей на Лол Стим? Я думаю, выбор очевиден. Лол Стим это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешёвые аккаунты по любым играм. Блин, забыл пультик от Света. Ааа, чёрт подери. Сейчас, погодите, пойду пультик поищу от Света. Нашёлся, нашёлся. Кажется, не буду на это отвечать. Хуй вы мне пишите. Неужели сложно всё заранее подготовить и не бегать за чаями, хуями, пультами на стриме? Ну как, не прям сложно, но какая разница. Моё любимое шоколадное печенье. Оно мне больше нравится, чем даже мишки. Я ему буквально каждый день на протяжении получается уже больше года. Любишь плавать в бассейне? Да. Нет, в массажном кресле не сидел никогда. Потому что в основном мужики массажируют. Я не хочу, чтобы меня мужик массажировал. Это как-то по-гейски. А раздеваться перед незнакомой женщиной тоже, ну не знаю. Короче, а зачем? Лучше сам разминку поделаю. Я сегодня на счёт вечера. Поэтому пишите свои вопросы без примера в чат. Я задам лучшее в донате. Я думал, на счётричах это задонатить 10к плюс. Чтобы я знал, в чьи закидывать. Что бы ты выбрал? Луза всю жизнь в казике или тропнуть улей шершней? Что скажешь насчёт твоей жены? Я вас видел, видели возле гипермаркет. Чё? Ты покупал большой огурец, шампанское, гондон с клубникой? Чё, у меня нету жены и я такое не покупаю. Не знаю, что надо отвечать. Зачем я ещё отвечаю? Только потому, что ты меня задонатил. Что скажешь насчёт твоей жены? Я вас видели возле гипермаркет. У меня нету жены. Ты покупал большой огурец, шампанское, гондон и с клубникой. Давай на будущее. Если будут такие ещё тупые вопросы, то я буду игнорить. В этот раз ответил, но если будешь собирать все максимально тупые вопросы из чата, то... Буду подрубать игнор. Съел бы шершня за лямбачий. Блядь. Блядь. Так, эру, отстань. Везде. Залей. Ну ты байдишь, сэк. Рандом вопрос из чата. Дал бы себя укусить шершню за 10 кодулеров? За 10 тысяч долларов, блин. Ну не, на самом деле это опасно. Меня просто ни разу в жизни не кусала оса, там никакая пчела, потому что я всегда их доджил очень сильно. То есть большинство людей, я так понимаю, кусали либо осы, либо пчелы, либо там, ну, шерши, неважно. А меня никогда никто не кусал, потому что я их доджил прям жёстко. Я ж не знаю даже, какая у меня реакция будет у организма. То есть мне получить 10 тысяч долларов, что, конечно, много, но... А вдруг это будет, ну, какая-то проблема со здоровьем? Потому что некоторые люди могут умереть от одного укуса. Ну я не думаю, что я вхожу в их число. Ну если, ну, не знаю, какая у меня будет реакция. Там же аллергическая реакция может быть очень сильная. То есть настолько сильная, что тебе будет прям супер хуёво. А кому-то будет относительно похуй. Ну, типа так, терпимо. Ну просто ни разу получается не тестил, какая у меня реакция будет на укус. Короче, ну из-за этого чисто из-за того, что не тестил никогда, то нет. Если бы у меня уже был опыт укуса, и я знал что-то, ну, без особых последствий, тогда можно подумать, конечно. Ну ещё смотря куда, то есть если в руку тебе это никак не мешает потом. Как считаешь, что за моду у зумеров и даже взрослых людей фанатеть на адунов и фриков в интернете? Так это всё просто объясняется. Подожди, подожди, подожди. Это же очень просто объясняется. Я-то всё много раз объяснял. Эта вот тема с развитием социальных сетей, там не только это. Ну просто ты учти, что люди в целом отупевают. Как бы объяснить... Короче, люди в целом отупевают. Им банально проще смотреть того, кто ближе к ним по моральному уровню развития или по умственному. К примеру, ты бы хотел смотреть стрим от какого-то учёного до х***а умного. Как бы я имею в виду учёного в классическом понимании этого слова. То есть, да, не в понимании этого слова в 2020 году. Потому что в наше время, блядь, как бы это может быть фейк учёный зачастую. Я бы сказал, в 50% плюс случаев. Учёный в понимании, я не знаю, там 80-х годов, например. Вот ты думаешь, большинству людей... О, х***, я сейчас тренадцать двести. Большинству людей было бы интересно смотреть учёного стрим, к примеру. Много бы они смогли понять из того, что он им там рассказывает. Дальше, следующее. Есть такая тема у людишек, всю жизнь была. Короче, они любят посмеяться над кем-то убогим. Порофлить как-то, поиздеваться, посмеяться. Делая это, людишки самоутверждаются и чувствуют себя, как бы, более на высоком, ну, как бы, уровне бытия. То есть, большинство людей, как известно, недовольны своей жизнью. А когда они там, ну, будут над кем-то смеяться, рофлить и самоутверждаться за счёт этого. Типа, а-ха-ха, типа, какой лошок там, типа, даунич... Они, ну, как-то, ну, начинают лучше себя чувствовать. Вот я-то не такой-то дебил, блядь. Вот бывают такие-то дебилы. А вот я не такой дебил. Я-то ещё что? Я-то ещё неплохо. И это людишкам очень сильно нравится, на самом деле. Если чем. Это известный факт. Можете вспомнить что угодно. Там, любые какие-то свои коллективы на работах. Там, где угодно. В школе какой-нибудь, чё угодно. Людишки в большинстве своём х***е. И они любят найти кого-то. Не обязательно хуже них, кстати. Они могут найти такого же х***ого. Это может быть кто-то хуже них. И это может быть даже кто-то лучше их. Частенько бывает кто-то лучше их. Ну, в среднем я имею в виду. Там, не обязательно намного лучше. Именно поэтому это одна ещё есть причина, почему то, что я написал, какие-то там, ну, типа, то, что написал фрики. Это могут быть популярные у людишек. Но зачем, на связи, какого-то учёного? Опять же, учитывая ограниченность людишек, они будут думать, что, типа, о, это же учёный. Он, типа, там, лучше меня, наверное. Них***е мне будет интересно. Ни что он говорит, ни что он делает. А если человек какую-то откровенную х***ю творит постоянно и выглядит, допустим, как дауничь, то тогда, эм... Им будет проще самоутверждаться. И, типа, ну, они себя будут лучше чувствовать. То есть, морально. Будет хорошо. Приятно на душе. Ну, типа, ахаха, какой даун. Это не такой. Я лучше. И особенно когда-то можно будет обсудить с такими же дружками, допустим, в каком-то коллективе, опять же, на работе или, там, в каком-то учебном заведении. И, б***ь, вот он, вот он даун, короче. А мы-то тут не дауны, мы-то, б***ь, ну, не дебилочи. Мы-то на умничьих каких-то, ну. Это одна из причин. Вторая причина более комплексная. Это связано с тем, что я раньше рассказывал про социальные сети, почему многие люди чувствуют себя нынче несчастными. Потому что насмотрели социальные сети, да? Там в любом популярном профиле, взять тот же Инстаграм, у тебя хотя бы 10 тысяч фолловеров. Там у всех все хорошо. Какие-то девки, машины, там, что-то людишки любят, я не знаю, там, ну, у каждого свое, там, у каждой аудитории свое. В случае девок, там, какая-то девка, которая ходит, там, по каким-то салонам красоты, на каких-то курортах. В случае мужиков, там, да, там, чел с машинами, там, с другими девками красивыми. То есть это одна из причин. И когда они смотрят на каких-то, типа, вот то, что написал, да, типа фрики. И они бьют, б***ь, нихоя себе, там, это у него. А как это вообще, как это, он же даун. И начнут все обсуждать со своими, опять же, дружками. И там все смеются такие. Если у него может быть, то и у меня. Короче, это, на самом деле, с одной стороны комплексно, а с другой просто, просто объяснять это очень много слов. Ты смотришь стримы ученых? Если нет, то ты ограниченный людишка. Я вообще стримы не смотрю, б***ь, б***ь. Вот, дай б***ь, к слову. Я просто вообще стримы не смотрю, б***ь. Я думаю, это все усложнило. У большинства людишек в жизни много стресса. И быстрый допамин после тупых и забавных кринжих видосов немного помогает от стресса уйти. Помогает отвлечься. Как это от стресса помогает у тебя? Это от стресса как раз не помогает у тебя. Они только больше стресса получат. Начнут опять кому-то в интернете завидовать. Я же говорю, людишки постоянно другим завидуют в интернете. Из-за интернета и социальных сетей. Они постоянно завидуют, у них еще больше уровень стресса. Вот представь, сидит людишка, смотрит там на кого-то, чей-то инстаграм-профиль. Там, где чел на какой-то крутой тачке. Многие людишки же обожают крутые тачки. Да, вот. Ну, лично мне всегда было похуй. Машины вообще даже, ну, у меня прав нет у водительских. Я даже не разбираюсь зачастую, какая, ну, не отличаю друг от друга машины. Какая там это. Все знают, а там есть Audi, Mercedes. Что еще я знаю? Что-то еще, наверное, там, несколько буквально машин знают. Три или четыре, пять. А вот людишки на всякую такую хуйню дрочат и, там, завидуют. Потом встает в восемь утра на работу. Идет туда разочарованной жизнью. И так каждый день, каждый день. Там еще какой-то начальник прессует. Такой же людишка, который любит самоутверждаться. За счет того, чтобы булить кого-то, к примеру, да. То, что я рассказывал до этого. И вот, все вокруг несчастные. На какой уровень развития оцениваешь себя? А какие есть уровни? Шкалы, я не знаю, какая шкала. Меня устраивает мой уровень развития, более-менее. Не, на самом деле, меня мой уровень не устраивает развития, если честно. Меня мой уровень развития не устраивает. Но проблема в том, что... Тут в чем проблема? Знаете, почему сложно развиваться? Посмотришь на окружающих и думаешь, так я и так достаточно высоко нахожусь. Если бы окружающие были умнее, то была бы мотивация развиваться, правильно? Я бы хотел развиваться, но когда все окружающие настолько недалеки, мотивации мало. Если все были вокруг пиздец умные, тогда было бы больше мотивации, конечно. Я просто себя не чувствую дауном, к сожалению. Это хорошо, когда ты себя дауном чувствуешь? Это, ну, плюс. Но, благодаря окружающим, блядь, сложно себя дауном почувствовать. Реально, в наше время сложно. Но как себя дауном почувствовать? С кем-то пообщаешься буквально 5 минут, и ты уже на весь день вперёд думаешь, что ты, блядь, пиздец умный. Потому что ты уже с кем-то пообщался. Надо ни с кем не общаться. Думать, ааа, все там вокруг умные. А на самом деле, блядь, только с кем-то пообщаешься, сразу понимаешь. А нахуй развиваться? Посмотришь стрим по пани и думаешь, нахуй развиваться. Ну, типа, думай так. Мне это мало волнует. Страшно вырубай. Помните времена, как я в машинариуме рисовал звезду? Вот же были времена. Олды помнят. А я уже забыл, как звезду рисовать. О, вот тут не верим. Пентаграммы проходили в девятом классе. Не знаю, не знаю. Я там не был. Нет, я там был так-то. Просто на автомате подумал спиздануть. Я ж в вечернюю школу ходил, последние три класса. Ну так, ходил, это громко сказано. Бывал там иногда. Два бойца. Три бойца есть, три бойца есть. Дьявола вызываем. Экзекуции манифесту. О, дьявол на месте! О, сколько? 200к за спиной дьявола вызвало! О, здорово, чел! И дьявол выдает просто! Дьявол кормит! С бомбаски 800к! Ты знал, что пентаграмма это хороший знак, который означает ловушку для демона, а не символ чего-то плохого? Я никогда в жизни вроде и не говорю, что это символ чего-то плохого. С каких пор это символ чего-то плохого? В целом, есть такая тема, что многие знаки, знаете, значения перевирают или искажают смысл. Та же эта зига, ну, нациков из 45-го, из 40-го, 43-го. Ну, короче, вы поняли. Та же зига, это же тоже хороший знак, по большому счету. Прямо именно хороший. То есть, ну, это не является по факту чем-то плохим. Бывают, конечно, плохие знаки, но их очень мало. В основном бывают плохие люди, которые зашкваривают знаки какие-либо. А плохих знаков, ну, не так много же. Ну вот, да, неплохой знак. Зига это неплохой знак. То есть, на самом деле, просто, ну, вы понимаете, короче, да. Ну, по факту, этот знак неплохой. Ну, по крайней мере, по значению. Ну, да, даже букву Z, блядь. Просто буква, блядь, с алфавита. Че угодно, людишки че угодно зашкварят. Ну, только дай волю. Они справятся с чем угодно. Прикиньте, у какого-то чела, я не знаю, там есть кофта какая-то, где буква Z. Уже могут косо смотреть. Хотя, казалось бы, да, блядь. Ну, прикиньте, зашкварить букву алфавита. Это ж надо, конечно, умудриться. Букву алфавита зашкварить. The next level, блядь, людишности. А че делать, когда всю клавиатуру зашкварят? Че дальше, блядь? Че за байтищий вопрос, чел. Сейчас будете про все знаки спрашивать. Ну, да, вообще, комбинация знаков же, а не один знак. Вы меня, походу, не слышали. Я сказал, что не бывает почти плохих знаков, но их очень мало. Значение знака вот изначально, да? Я не знаю, как объяснить, чтоб меня поняли. Ну, вот есть фига, да, фак. Это, очевидно, плохой знак, ну, прям, да, вот это буквально, который люди могут показать. Это плохой знак. У меня плохое значение. Это, ну, нету хорошего. Ну, вообще, самое большинство знаков, блядь, ну, сами по себе, по значению. Они, ну, ничего там плохого не значат. И какие-то люди зашкварили. Сами по себе знаки не могут быть зашкварными зачастую. Ну, как это, как-то возможно. Большинство из них или хорошее, или нейтральное какое-то значение. Че, у меня какой-то квадратик взять в чате посылает. Это хороший, что? Отстаньте. Почему за хорошие знаки в чате мудают? Я не знаю, может, ты их спамишь. Типа, ну, провоцируешь всех, просто спамишь их. Я и... Как бы, если будешь спамить просто чё-то, то, ну, наверное, муд дадут. Нести в окно будет стучать добрый шмель. Откроешь его? Ха-ха-ха. Блядь. Как вообще шмель может в окно стучать? Типа, с разгону бахаться об окно? Чтоб его слышно? Он себя убьёт так рано или поздно. Довольно-таки быстро себя он убьёт, наверное. Чтоб я прям услышал в наушниках. Это как ему нужно уебаться в окно этому шмелю. Он размашет себя. Ты различаешь понятие знак и символика. Я себя, это, ну, как-то словом. Я себя не обременяю от всей этой хуйнёй людишеской. Вот это вот обозначалово символика. Вот зачем себя этим всем обременять? Думать постоянно об этой хуйне всей. Какие-то свои, чужие, ещё какие-то нахуй. Это хорошие, это плохие. Это хорошая символика, это плохая, то, это, сё. Находить себя этим всем обременять и постоянно жить в этой, в этом дерьме. Ну, как бы, думать об этом. Короче, не обременяю себя всякой хернёй, не думаю об этом. главный человек должен быть порядочный какая разница какая на нем символика или знаки или чего угодно если бы тебе предложили переродиться в мире средневековой с магией но в теле шмеля согласился бы чел хотя бы переродиться в теле хуя новая деятельность будет может быть когда-нибудь я же говорил только мысли ничего точного я сегодня в честь бигвина взял черные икры не знаю как прокомментировать я икру никогда в жизни не ел ну типа несколько раз вижу что такое оно выглядит прям невероятно мерзко вонюче то есть я такое не ем быть бойцом или с большим хуйцом наверное с большим хуйцом быть бойцом хочешь свое королевство ну наверное не знаю наверное иметь свое королевство лучше чем не иметь хотя если королевство проблемы там дам то это стресс постоянный тогда нет смысла не забываю автоматически дышать и моргать я дышу и моргаю чел что слепой тяночка язык поставим показывает что-то хочет видимо за сколько удалишь доту я смог за пять кликов пять кликов выйти из игры это один клик или это два клика нажать выйти подтвердить нажать правой кнопкой мышки на стиме нажать удалить а да и нажать подтвердить 5 кликов меньше никак выкидываешь комп окно ноль кликов мне них я зачем комп жесткий диск или ну ssd сможешь закинуть ногу за голову не уверен not so sure about this если сесть мэйби удобно на полу они не смогу как-то я смогу нету такой растяжки ты можешь телепортироваться ножка но с каждым разом пропадает одна твоя любимая еда воспользовался бы я бы себе то оставил один телепорт на крайний случай чё как бы это это мне не мешает жить правильно если что телепортнусь в крайнем случае если будет там не знаю какой-то армагеддон и я такой оп я на другой конец карты где все заебись можно ли заработать на крипте 15-летний школьник тут вопрос там откуда у 15-летнего школьника деньги ну как ты собрался с чего ты собрался зарабатывать ты хочешь вложить 1 доллар чтобы заработать полтора на эту доллар не вложишь там комиссия съезд здорово давно не заходил на стрим ты начал стремить светкой ты же говорил что этого не будет а где руб сидик чё реликты пишут какого-то предела и владерона ps почему лесной волк это данилыч мне не верю не верю не верю не верю что ты реликт да типа вот лежал не знаю все это время в коме тут проснулся откуда ты туда про волка знаешь где-то вообще услышал туда кто волка данилыч им называл блять когда было в прошлой жизни привет я занимаюсь инвестициями но это вопрос про инвестиции о нет только не то грустно как думал а сколько это перспективно что именно я хочу потенциале открыть свой фонд согласился бы вести экспериментальный портфель в рекламных целях хочешь я делал за тебя инвестиции какие-то типа ты мне дашь аккаунт на какой-то бирже я должен этим заниматься еще и в рекламных целях звучит как что-то не очень интересное слишком сложно я просто скажу по поводу вообще инвестиции то что я в целом по жизни думаю типа тут я получаться буду вынужден их делать потому что но это это моя деятельность там получается стала потому что должен вести до портфель так бы я сделал инвестицию сам для себя и себя был бы определенную секунду прям реально уверен чем-либо и откуда мы хорошая идея инвестировать туда-то они когда я должен потому что если я буду должен это делать то я не ну я я не надел по такой логике должен предложить очень много денег если это еще и в рекламных целях короче звучит как ну не очень хорошая идея даже не вижу смысла обсуждать потому что я бы за такое запросил миллиарды не всегда все по жизни удобнее делать только когда мне пришла идея в вот мне пришла гениальная идея и тогда ну вот я знаю что у меня будет успех потому что мне пришла в голову идея хорошая это примерно как ну когда мне удавали допустим деньги делать ставки на стримах этих там когда комментировал интернешнл или мажор не дают средства на ставки я знаю что я обязан сделать ставку как ты помнишь ну если смотрел это почти все ставки проигрывали потому что я обязан сделать ставку что ты придумал ахаха я хочу открыть фонд поэтому я помогу вести тебе твой портфель мой и ты мне чего на примере медийной личности подожди 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 так подожди то есть ты открываешь какой-то фонд я туда должен ввести свои деньги то есть почти секундочку ты открываешь фонд а я ввожу свои деньги и ты не помогаешь вести мой мой портфель ах ты придумал я думал это ты мне даешь денег и типа я веду твой портфель за деньги я веду твой портфель своими деньгами ты мне за это платишь много денег да это я не хотел этим заниматься этой душниной оказывается я должен свои деньги вести вот это ты придумал не на того напал за честь и отвагу я своих денег не дам ни на что мне это чё конечно что что он себе думает ваще я буду водить свои средства в твои фонды вести какие-то портфели ты чё ёбнется нахуй ты чё ёбнется вот это ты придумал знаешь какой шанс на это ровно ноль процентов его не было не может быть ни в одной параллельной реальности ты должен деньги давать и на и на портфеле и еще сверху за то что я время тратя ты ровлишь я помогу везти тебе твой портфель так веди сам на то есть на примере медийной личности показать свою эффективность ты чё вот типа кто на такое ведется апахаха тебя мешает пойти заработать кучу денег много миллионов покажи свою эффективность сам для себя заработай себе много миллионов на ты пытаясь кому-то показывать то что ты можешь инвестировать на я балова всегда эта всегда на него если ты можешь инвестировать и сам Тихонько это делаешь, потому что ты умеешь И зарабатываешь себе кучу денег, не? Зачем кому-то показывать, если ты умеешь? Кто в здравом уме будет показывать Схему, как получать кучу денег? Если ты умеешь, а значит ты наебаешь где-то Кому ты это донатишь? Просто шок Кому ты это донатишь? Ты хоть понимаешь, насколько со мной невозможно Вот это вот впарить мне? Как думаешь, можно ли заработать на крипте 15-летний школьник? А чё надо делать? А, ну видишь, ты сказал забить! Показывают, чтобы увеличить приток средств Под своё распоряжение Показывают, чтобы... Так, подожди, так, подожди Ты хочешь всё-таки средства под своё распоряжение, правильно? Но ты говоришь, что мне не надо будет никуда вводить Так, а чё ты сам не можешь деньги просто получать, если ты умеешь? Зачем тебе кому-то показывать? Чё за х*** я влечел? Кому ты это втираешь? А ты говоришь, ладно, забей Ну... Уже всё? Я хочу зарабатывать миллион долларов, нихуя не делаю Я тоже Ну это сложно Я вот сюда по жизни старался нихуя не делать Мне только всегда нравились лёгкие деньги То есть мне не нравится, когда нужно как-то напрягаться ради денег То есть я буквально раз в своей жизни вон Интернешнл Согласился комментировать уже через силу, когда прям вообще не хотел До этого я хоть чуть-чуть, хоть там на 5% мог хотеть А последний раз, когда я комментировал, мне вообще не хотелось И мне это вообще очень сильно не понравилось А, ещё один раз был, когда я комментировал какой-то мажор ночью Тоже очень сильно не понравилось Даже суммы намного меньше миллиона, блин Ну, очень сложно получить Нихуя не... Даже что-то делая, собственно А нихуя не делая Нихуя не делая, сложно миллион получить Прям вообще нихуя не делая, можно что-то получать, но не биллион же Чего? Чего? Чё за высерый? Странный высерый, учитывая, что я никогда в жизни такого не говорил, что казники это средство заработка Я только наоборот сюда говорил Ты такое высираешь, типа как под пыль, что Хотя я никогда в жизни такого за лет 8-9 не сказал ни разу в жизни Папа, а в чём смысл? Нахуеть Чё делать, если пох? На жизни потерялось все желания и ощущения Смысла чё-то делать Я ем один дошик раз в 2 часа дня и мне пох на себя А кого-то ради кого чё-то делать нету Как найти смысл и нахуеть он нужен? А, блядь, ты, конечно, задушнил, но сейчас я попытаюсь ответить Попытаюсь коротко ответить про смысл жизни, потому что, блядь Эти донаты, значит, довольно-таки банальные Много раз уже на эту тему разговаривал Нахуеть, в принципе, нахуеть Ну, в своё удовольствие жить Ну, смотри, в своё удовольствие, но никому-то во вред Чтоб, как бы, не вредить никому, но при этом получить удовольствие от жизни Ну, вот, всё, это идеальная жизнь Чё делать, если похуда жизнь потерялась всё желание и ощущение смысла чё-то делать? Значит, ты занимаешься чем-то не тем, не тем, что тебе интересно Не может такого быть, чтобы не было мотивации вообще ничего делать По-любому что-то хочется делать Ну, просто либо нет возможности, либо, как бы, я не знаю, ты обязан делать что-то другое Хотя кто-то заставляет, я не знаю, как вот большинство людей внезапно поняли, что им не хочется работать А так, нахуеть, они всю жизнь к этому шли Чтоб, там, работать и не иметь возможности сменить деятельность А кого-то, ради кого чё-то делать нету? Ну, значит, тебе нужен какой-то, получается, человек, ради которого ты, ну, будешь жить Потому что большинство людей социальные животные И они не могут в одиночку Когда они сами, то они грустят сильно Вот у меня такого никогда не было Поэтому мне очень сложно ещё на эти темы давать советы Потому что я не грущу, если я один Если вокруг меня никого нету, если я ни с кем не общаюсь Ну, хотя у меня всё равно таких ситуаций не возникает Но даже, я наоборот хочу сам, чтобы они возникали Потому что мне часто очень утомительно находиться рядом с людьми То есть даже если я себе этих людей сам выбрал Мне всё равно это утомительно весьма Мне люди мешают в целом отдыхать банально Я не умею отдыхать, если кто-то рядом есть Поэтому у меня такого никогда не было и не будет Чтобы вот ради кого-то что-то делать Ради кого-то там прям жить Ну, для меня это сложно, потому что меня утомляет буквально человек рядом Как найти смысл, нахуя он нужен? Я же говорю, смысл в том, чтобы удовольствие получать А нахуя нужно удовольствие получать от жизни? Ну, это уже дурацкий вопрос Ну, просто жить своё удовольствие То есть просто жить своё удовольствие Не будучи при этом куском дерьма Будучи порядочным человеком Чего-то сложного Всё очень просто И повторюсь, не может такого быть, чтобы тебе вообще Ничего не было интересно делать И ни к чему не было мотивация Такого не бывает По-любому, если разобраться, то ты что-то хотел бы делать Или мечтал бы что-то делать Но по каким-то причинам ты же не можешь, правильно? Ну так почему ты не можешь? Это ты уже сам, виноват. Привет. В своё время поцел на аута благодаря твоим водам. Почему воды пишут из 2В? Ну почему? Ну какие воды? Куда я что ввожу? Я никуда ещё не ввожу. Вод. Это с английского будет Video on Demand. В-О-Д. Video on Demand. А ввод. Вести можно кое-что, кое-куда. Но это не тот случай. Вход в ближайшее время возвращаться не планирую. Только пожаловался, сразу вот всё. Надо жаловаться, а не хвалить слот. Понимаете, каждый раз когда хвалю слот, то не дышу. А когда жалуюсь, тогда, ну... Жаловаться всегда хорошо. Сколько раз в жизни не убеждался? Чем больше вы жалуетесь, тем лучше. Ну для вас. Для окружающих, понятное дело, ху**ло. Типа ты на нытичах. Но жаловаться, пи***ц, ох**енно. Ну просто это ох**енно. Это всегда работает. Жаловаться ох**енно. Прощавай-то. Прощавай-то. Эх, хлопти-то девчата. Добрые вам ночи. Любима лята. Ха-ха-ха-ха. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова